сейчас какие у тебя ожидания 21 года кто не знает вот вам лайфхак тренд сейчас сми вокруг манипулировать темой каждый будет тащить одеяло в свою сторону прививки вот всем делают файзер растет модерна растет айти компании росли как сумасшедшие вынуждены учиться работать в интернете на этом можно сильно подняться за счет чужих денег я в этом году заработал миллион долларов не очень-то и банк да да уже не очень-то и банк у нас на рынке куда инвестировать в 2021 году этот вопрос наверное сейчас многих беспокоит куда вложиться где вообще что будет не будет выстреливать и сегодня об этом поговорим с евгением ходченковым сделаем поправку что это никакое не обещание вам что это все сбудется а будем его расспрашивать как он инвестирует то есть какие инструменты он принял решения вкладывать деньги исходя из каких соображений возможно что-то из этого натолкнет вас на мысли о том как лучше вам распорядиться вашими деньгами но безусловно это не индивидуальная рекомендация к действию это именно то что сделали евгений приветствую расскажи мы прошлое видео разбирали что было в двадцатом году что выстрелило больше всего что не так хорошо сейчас какие у тебя ожидания двадцать первого года и какой план по формированию портфеля по новым инвестициям ну прежде всего я также хочу сделать дополнительную прививку от инвестиционной глупости да и сказать что друзья мои сейчас сми вокруг сто процентов будут манипулировать темой куда инвестировать двадцать в первом году и каждый будет тащить одеяло в свою сторону кто-то будет писать про айти компании что нужно вкладывать в айти компании и в конце предложат вам вложиться в яндекс а кто-то будет говорить о медтехах потому что ребята смотрите прививки вот всем делают файзер растет модерна растет там джелит не растет но тоже покупайте в общем будут также манипуляции вот на тему того что надо вкладываться фармацевти фармацевтику и так далее то есть прививка заключается в том что а все сми делают это для того чтобы собственно говоря лицевать какие-то свои цели помните об этом когда читаете новости яндекса новости гугла финансовые новости делайте поправку на то что сейчас будут активно об этом говорить и пожалуйста вот не смотрите на это как на указание к действию ну собственно говоря это видео как-то справедливо заметил оно может быть пищей для размышлений но не прямым указанием к действию но моя все же что у тебя да как ты стратегия на 21 год у меня такая то есть я смотрю за трендами того что было в 20 и понимаю что из-за смены календарного сезона просто из-за того что на цифрах поменялось 20 год на 21 в общем-то не случилось того что тренд изменится кардинально и какой был тренд в 20 году айти-компании росли как сумасшедшие мы это видим и яндекс и тесла тесла отдельно но весь fx айти сектор айти сектор сша рос очень серьезно я думаю что это продолжится то есть к этому есть все собственно говоря показания потому что оффлайн бизнес активно вынужден уходить в онлайн и все мамонты которые не вымерли которые еще не научились работать в интернете вынуждены учиться работать в интернете соответственно туда идет очень большое количество денег как в этом году выросла доставка улучшилась доставка от яндекса яндекс еда яндекс доставка посылки в этом году яндекс шагнул в плане услуг для населения по дистанционной доставке так как никогда этого не было просто delivery club яндекс еда просто взлетели это стало трендово и даже вот я не знаю моя мама очень далека от этих процессов научилась заказывать как и многие люди старше пятидесяти научились заказывать еду из магазинов теперь из магазинов доставка это норма вот это уже социальная норма я могу сходить в магазин а могу заказать это с доставкой поэтому службы доставки поэтому айти сервисы вокруг службы доставки то есть тот же delivery club составе mail.ru да яндекс сбер наверное сбер безусловно сбер уже не очень-то и банк да да уже не очень-то и банк это уже мультиструктура соответственно онлайн кинотеатры netflix wall disney apple на том что он apple tv запустил мало уже кто помнит но вообще-то это год назад всего произошло то есть появился собственный кинотеатр apple в котором я вот с удовольствием смотрю сериалы по подписке которые снимает сам apple apple встал киностудии они снимают шикарные сериалы айти сектор будет расти то есть вот в моем понимании я буду вкладываться в айти сектор совершенно точно как через фонды допустим эти фенекса на да да сайте или напрямую покупая вот эти акции и так и так то есть да я считаю что вот как инвестор уже достаточно опытный я могу себе позволить процентов 70 держать в акциях да и все-таки процентов 30 держать в фондах и в таких достаточно стабильных инструментах которые на случай кризиса я могу продать и докупить просевших акций но да fx it у меня в портфеле совершенно точно в этом году будет появляться много раз много закупок я буду делать но и не скажем так не пропущу свой любимый apple я много лет в него инвестирую являюсь фанатом бренды но я больше стараюсь покупать не новые айфоны но новые акции когда я знаю когда вот перед выходом айфона или когда дробление акций самое время ведь перед новым годом шикарно вырос apple когда на новогодние подарки вот кто не знает вот вам лайфхак тренд перед новым годом apple растет всегда если посмотреть на графиках потому что время новогодних подарков и скупают очень хорошо apple и ожидания инвесторов оправдываются вот поэтому буду покупать отдельные компании буду покупать apple да хреба раз акции айти-компании да кроме теста который мы уже в прошлом году посмотрим кстати вот как будет в следующем году так что еще что еще в плане айти-компании или давай но новая новая айти-компании первый тренд следующий тренд все-таки я смотрю компании с самым большим апсайдом то есть которые провалились сильно вниз на время во время пандемии или сразу после да и но которые недооценены авиакомпании это авиакомпании это круизные компании я кстати на круизных компаниях очень хорошо заработал royal caribbean вот в прошлом видео не успели это обсудить да еще несколько компаний именно круизных их не так много у них же сейчас проблем вот представляешь они падали очень сильно и вот если брать их на дне то они отросли на 70 80 процентов да я то есть поймал на дне и даже сейчас когда у них проблемы но они вот только-только поднимутся из коленка только будет вакцина вроде как идут разговоры о том что внутрь корабля будут всех вакцинированных просто пускать и соответственно возобновится эта история вот например мы планируем с ребятами через год-два это заранее планируется поехать в антарктиду это тоже круизный бизнес и ты представляешь там на четыре года все вперед забронировано и пробиться вот чтобы через год съездить в антарктиду это очень сложно только для отказников которые ушли потому что как раз вот испугались вот этой всей ситуации а так в целом бизнес этот на плаву соответственно есть компании которые очень сильно пострадали но при этом их активы никуда не делись то есть круизные лайнеры стоят у них есть активы да есть стоимость чистых активов и особенно интересно в этой ситуации например рииты фонда недвижимости сша которые просели на 60 70 80 процентов если такие это офисные помещения кстати знаешь интересная вещь что круизные лайнеры по документам это недвижимость недвижимость да самолет и самолеты тоже вот это удивительно недвижимость хотя даже движимость да 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 но просто недвижимость в юридическом понимании это несколько иная вещь то есть это та вещь которая как бы монументальна и способна причинить ущерб значительный ущерб большому количеству людей при там каких-то изменениях влияет на много на большое количество людей хотя этого не зала лайнер не очень круизный это но смотри ты говоришь что они никуда не делись но допустим те же там самолеты и лайнеры их простой стоит дорого и это безумные деньги там стоит стояние в аэропорту то есть там риск очень высокий согласен то есть вот круизные лайнеры и возьмем там авиационную промышленность дельта аэрлайнс american аэрлайнс из этих акций я в основном вышел в двадцатом году на круизных я заработал на авиационных не особо получилось заработать там в основном мы вышли в плюс 10 там 15 процентов но поняли что дальше уже непонятно сколько надо будет ждать там были такие панические настроения вот и но сейчас в общем-то можно посмотреть и поискать компании которые в случае в акцилинции например mariot hilton и так далее отельный бизнес который очень сильно пострадал с одной стороны потому что загрузка упала но с другой стороны уже видно что адаптировался то есть они ввели там масочные режимы они ввели социальную дистанцию в номерах там все обрабатывают и так далее и вот гостиничный бизнес пример того что просила очень сильно но еще есть вот этот апсайт то есть место для роста чтобы просто восстановить справедливую стоимость компании да ее справедливую рыночную оценку и на эти компании тоже можно посмотреть я не скажу что это совершенно точно там философский камень клондайк но нет нет но посмотреть на них можно вот сюда ты планируешься да да и вас однозначно то есть и все-таки выбирая почему я вот не буду покупать на большие деньги только мариот например хотя это устойчивый бизнес который платит дивиденды но я буду смотреть все-таки больше в сторону рейдов потому что это уже диверсификация один фонд владеет как правило сотня иногда тысячами объектов в том числе отельного сектора и апартаментов и многие из них имеют рыночную стоимость недвижимости выше чем сейчас оценена компания то есть стоимость чистых активов выше цены которые сейчас на рынке представлены через акции и вот пример свежий это компания макери которая подросла на десятки процентов буквально засчитанные вот конец двадцатого года очень хорошо подскочила и таких компаний можно сейчас десятки назвать без шуток да опять же это рииты компаний которые хранят дата-центры то есть это дата-центры компании которые занимаются профессиональным хранением обслуживанием серверов для компаний которые все больше нуждаются в этой услуге хостинг хранение данных и так далее поэтому на эту историю смотрю но и конечно же смотрю на стабильные компании которые хорошо себя показали в прошлом году это энергетический сектор это жкх то есть это ленэнерго какой-нибудь российские да и российские и американские да 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 точно межрегиональные то есть те кто будут людей греть обогревать газ предоставлять и так далее потому что а людям свойственно сейчас сидеть больше дома то есть опасаются выхода в свет до сих пор этот тренд сохраняется соответственно потребление жилищных вот этих удобств коммунальных удобств она больше потому что больше обогревают больше готовят еды дома соответственно электричество газа так далее тратится больше и соответственно эти компании начинают процветать ленэнерго шикарные дивиденды хорошие обычно дивиденды да хороших процентов то есть я вот поэтому на это смотрю активно потому что опять же продуктовые сети тот же костков холлсейл вырос очень хорошо в этом году и он при этом является дивидендным аристократом то есть он давно платит дивиденды это американская сеть соответственно вот на эти сектора больше обращаю внимание так тогда у нас получается первое с чего мы начали это что первое это у нас было эти сектор айти сектор 2 фармацевтика второе а фармацевтика мы и так между делом поговорили второе вот это недооцененные сейчас до просевшие компании из-за кризиса пострадавшие но имеющий шанс вернуться до третье жкх жкх российские и не только российские не только россии нет я бы взял не только российские просто потому что надо понимать что нас население страны все-таки там 150 миллионов человек в принципе да и услугами жкх то есть там живущих в домах их тоже не все 150 миллионов да есть люди которые просто на частном хозяйстве живут а если мы говорим там об америке то миллиард понимаешь но не на не миллиард наверное сейчас не скажу сколько если мы говорим просто о компаниях зарубежных это гораздо больше людей пользуются этими услугами и так далее и в айти секторе я понял что вот мы по моему не отметили это рынок стримингового тв который очень сильно растет это netflix wall disney apple все что в этом году как бы так незаметно выстрелил цифрового контента точно производители цифрового контента развлекательного контента люди потребляют все больше и больше контента этот тренд продолжается ты их как приобретаешь напрямую акции вот этих я приобретаю да напрямую акции это дает большую доходность чем брать вот сектор потому что в секторе есть и от даунсайдеры да и чемпионы и соответственно я предпочитаю выбирать чемпионов видеть компании которых очень хорошие показатели перспективы и вот ну вот нетфликс в этом году показали очень хорошие показатели по мне так ну и apple тоже оказался ты отбираешь самых у меня целая команда целая команда да невозможно это честно говоря качественно делать самому и вот я всем рекомендую прочитать книгу киосаки которая абсолютно не популярна почему-то в россии она называется намного важнее денег more important than money и там слово такое маленькое у него команда и он рассказывает какие люди с ним работают и дают ему рекомендации начинается эта книга с рассказа о докторе который похвастался личный доктор роберта он говорит я в этом году заработал миллион долларов хорошо сколько ты отдал в виде налогов он говорит 700 тысяч долларов это что тебе на это сказал твой бухгалтер он сказал это оптимально и он ему сказал уволь своего бухгалтера вот то есть все зависит от команды и вот у меня сильная команда мы много лет работаем с ребятами которые профессионально делают аналитику и предоставляют уже в том виде в котором удобно это читать и вот из груды песка найти алмазики вот такие компании на которые стоит обратить внимание отсеивая всю шелуху это достаточно большой труд здорово хорошо это вот первые три вещи мы обсудили помимо акций помимо фондового рынка помимо этого что еще айпио недвижимость криптовалюты на какие активы ты смотришь и где планируешь наращивать обязательно буду работать продолжать работать с айпио но здесь у меня тренд меняется в сторону фонда первичного размещения потому что он обогнал мои собственные работу по айпио даже сильной команды потому что аллокации продолжают уменьшаться локации это процент выделяемых акций каждому инвестору то есть шум вокруг этого рынка очень большой в телеграме создается сотня телеграм-каналов уже сотни прям серьезно которые рассказывают о том что десятки из них такие уже достаточно большие рассказывают что айпио эта тема ребята давайте все инвестировать такой хайп поднимается неизвестно сколько продлится и каждый вновь входящий игрок он собственно говоря уменьшает аллокацию всей группы и всем достается меньше и меньше акций при депозите например там 100 тысяч долларов бывает айпио в которых я получаю на 2 на 3 на 4 тысячи долларов ну ты знаешь то есть 1 2 3 4 процента от депозита получаем и соответственно это очень сильно уменьшает общую ценность портфеля то есть в основном 95 процентов средств и не работают постоянно они лежат лишь для того чтобы обеспечивать твое право на вход в эти 4 5 процентов низкие очень локации поэтому смотрю на фонд первичного размещения он показал со дня основания вот на сегодняшний момент около 300 процентов это не реклама ребят ни в коем случае очень рискованная история но я определенный процент из айпио буду перекладывать около 40 50 процентов фонд первичного размещения потому что исторические данные нельзя игнорировать двадцатый год показал что мой портфель по айпио классический проигрывает фонду первичного размещения при том что а здесь возможна диверсификация рынков рисков здесь возможна диверсификация рисков здесь можно этот фонд купить у нескольких брокеров у сбербанка у альфа они сосредотачивать все средства в одном фридами например да который является сейчас по сути лидером на этом рынке а буду продолжать инвестировать сайте во фридом финанс также как и ты поддерживаю эту историю мне тоже принесло это двухзначную доходность не как у тебя трехзначную но двухзначную доходность и честно говоря игнорировать то как они сильно показали вот купив американского брокера знаешь конце двадцатого года как они показывают рост этого рынка и по сути являются монополистами через кого еще ты зайдешь в и пио в россии поэтому буду покупать акции фридом финанса опять же не рекомендую это но буду это делать делают уже год и считаю что у ребят большое будущее по моему они только на старте потому что вот скажу вам ситуацию по краснодару в краснодаре одно представительство фридом финанса она работает к сожалению пока всего лишь один день в неделю представляешь банк и там есть банкомат в котором можно положить деньги на счет это единственный банкомат в россии который я знаю в котором нет проблемы снять средства есть проблема положить ты приходишь чтобы положить свои деньги а он всегда переполнен нет она мы не успевают опустошать и основная проблема ты приезжаешь с деньгами хочешь положить эти деньги на счет банкомат переполнен и это показывает то что сейчас возникло направление внимание к этому инструменту, и сюда вливаются деньги. И пока это продолжается, пусть это для вас не выглядит как пирамида или хайпом, все-таки здесь инвестиция идет в твердые компании с хорошими командами, офисами, активами и так далее, у каждой из которых есть уже устойчивый результат в бизнесе и опыт 5-7 лет выручки и так далее. Поэтому не оговориться о том, что это рискованный инструмент нельзя. Поэтому в IPO буду ходить. Давай, раз мы все рискованные инструменты, чтобы оставить в одном блоке, криптовалюту зацепим, потом уже остальные пройдут. Ты же продал сейчас под коррекцию. Да, продал, я все биткоины, у меня ноль биткоинов, очень необычные, кстати, ощущения, и вот сразу после этого я встретился в ходе мастер-майенда регулярного с своим коллегой инвестором, и он мне продал идею, что надо в любой момент времени иметь 10 биткоинов. Я понимаю, что у меня вот сейчас ноль биткоинов, и я как-то вот задумался о том, чтобы включить эту свою стратегию капитала, и я ожидаю, что все-таки будет коррекция, и на коррекции буду подхватывать, то есть у меня настроены уже ордера на покупку, но хочется отметить, что я могу быть неправ, и может никакой коррекции здесь не быть, и биткоин может улететь в небеса очень даже неплохо на фоне новостей, которые происходят в мире, и снижающимися доверию к доллару, снижающимися доверия вообще к бумажным деньгам, к фиатным деньгам. Я думаю, что любой триггер в общем-то в обществе, который будет сеять панику, будет способствовать тому, что биткоин взлетит. И так как СМИ очень легко может этим управлять, то есть любую паническую новость запустить, это дело нескольких, я думаю, дней. Собственно говоря, биткоин может взлететь в любой момент, поэтому буду покупать биткоин, ордера настроены на покупку, и продолжаю следовать стратегии покупки эфириума. Считаю, что это очень недооцененная валюта, она в рейтинге топ-10 криптовалют устойчиво стоит на втором месте всегда. В общем-то, вот сколько существует этот рейтинг практически. Ну, она еще и имеет некую практическую ценность. Да, в отличие от биткоина. Просто как бы, условно. Средство хранения. Да. А эфир используется. Ты знаешь, я тоже вот последнее время меня существенно переубедили, я очень скептично был настроен к криптовалютам, что это совершенно непонятно. А сейчас есть ощущение, что это может быть новый зарождающийся и очень бурно развивающийся рынок, потому что недавно PayPal объявил, что официально принимают биткоины. Все больше стран начинают уже говорить про то, чтобы там легализовывать это дело. И главное, крупные, некоторые крупные инвестиционные фонды уже начали включать в состав своего портфеля. То есть, основные деньги у крупных фондов. И они, когда они говорят, да, все, теперь у нас там один процент нашего фонда будет в криптовалюту. Все, сразу огромные деньги на спрос растет. И мне кажется, что за этим что-то есть. Я тоже стал вот сейчас системно регулярно наращивать свои активы. Основной тоже биткоин, эфир и еще там порядка 15 криптовалют. Я так это больше попробую поспекулировать. Попробую, да. Потому что там может быть что-то есть. Хорошо. Закончили с безумными рисками. Да, да, да. Мир безумных рисков позади. Что-то более консервативное будешь использовать? Да. Главный инсайт 20-го года. Хочу им поделиться. В 21-м году я много лет, 12 лет веду игру кэшфлоу. Там учился в Ричдэде, ездил за границу. Разбирался, как они ведут эту игру по оригинальным правилам, потому что, к сожалению, в России ее частично переврали. И тут стоит отметить, что игра кэшфлоу и так же, как книга «Богатый папа» часто получает критику. Киосаки получает критику от людей, которые говорят, ну вот он писатель больше, чем практик. И что это для России не подходит. Но хочется сразу сказать, что Акиосаки никогда и не писал книгу для России. Он ее писал для Америки. Ее просто перевели для нас. И какие-то ценности мы можем взять, и какие-то надо игнорировать. Это стоит иметь в виду. Так вот, главную вещь, которая межнациональная, работает везде, которую я вынес из игры кэшфлоу, победить в этой игре. А по оригинальным правилам ты можешь играть только полтора часа, потому что жизнь конечна. Главная ошибка, которую делают игроки, они играют бесконечно в нее. Четыре, пять, десять часов. Но в реалии жизни у тебя есть всего лишь ресурсный возраст, двадцать-тридцать лет от силы. Когда ты набрался опыта, тебе только тридцать пять лет. До этого ты очень сильно косячишь, делаешь ошибки. Когда ты хочешь отойти от дела, это, наверное, пятьдесят пять лет. Ну или шестьдесят. Соответственно, у тебя есть двадцать лет эффективного периода, в ходе которого ты еще должен вырастить трех-четырех детей. Тебе это понятно, да? Все по-разному смотрят. Да. У кого-то вообще нет. Но имеется в виду, что есть еще и другие задачи, которые нужно в эти двадцать лет решать. И это не финансовые задачи. То есть нам их нужно уделять время, здоровье и так далее. К чему я веду? К тому, что в этой игре практически невозможно выиграть, если ты покупаешь мелкие сделки. Мелкие сделки типа квартирка продается, домик продается и так далее. И вот я специально так длинно развернул эту мысль, чтобы показать, что в игре кэшфлоу, например, а это имитатор реальной жизни, имитатор инвестора, ты можешь выиграть буквально за 15-20 минут, используя плечо банка и крупные сделки. Когда ты покупаешь комплекс апартаментов, когда ты покупаешь гостиницу, если вы играли когда-то в монополию, там есть маленькие отели, большие домики. И вот мой инсайт двадцатого года, теперь будет понятно, о чем речь. Я выбираю крупные сделки. Я перестал играть в квартиры до пяти миллионов, до восьми миллионов, сейчас не работаю со сделками до десяти миллионов, потому что я понял, что действия одни и те же, я подписываю такой же ипотечный договор, там и психологии больше, страхов больше, с этим надо работать. Но на выходе, если я инвестирую в квартирку за полтора миллиона рублей в Краснодаре, я получаю прирост типа на 500 тысяч. Если я работаю с объектом, например, 12 миллионов, то я получаю прирост в 3-4 миллиона. Вот как это работает. Поэтому мой фокус внимания – это крупные сделки в растущих регионах России, там, где у меня есть сильная команда. В Сочи я эту команду четыре года, по сути, с ней работал. И я в основном работаю по Сочи. Сейчас мы смотрим рынок Сибири, мы смотрим аккуратно на рынок Крыма, пробуем там первые шаги делать. И очень сильно смотрим на Карелию под Санкт-Петербургом. Москва начинает ее скупать очень сильно. И там вот рост цен сейчас похожий на сочинскую историю. В общем, смотрим на Карелию. В этом году, я думаю, у меня будут крупные сделки по Карелии. Крупные сделки – это, как правило, если мы покупаем этаж сразу, целиком и что-то делаем с этим этажом. Первый этаж, например, под коммерцию. Можем купить, переоделать под коммерцию. Это большие участки земли, которые делятся на маленькие, продаются под коттеджную застройку или сами строим. Это, соответственно, покупка больших участков земли, изменение статуса назначения земли и продажи, уже подведение коммуникации и так далее. То есть какое-то улучшение и продажа с наценкой. Вот туда буду смотреть. Обязательно недвижимость. У меня очень сильный мультипликатор моего капитала, потому что недвижимость – это единственный вид богатства, на который банки дают деньги в самый низкий процент. Да, согласен. На этом можно сильно подняться за счет чужих денег. Точно. Хотя вот у меня несколько иной опыт. Я как раз некоторое время назад проводил детальный анализ и увидел, что самую большую доходность дают именно маленькие объекты. В моем случае конкретно это однокомнатные квартиры. Самый большой прирост. Москва и Московская область. Самый большой прирост. Я могу там их несколько взять. То есть условно вместо того, чтобы купить одну квартиру за 15 миллионов, я лучше возьму 3 по 5. Потому что они прирастают в стоимости условно на однушка выросла в цене на 50%, а двушка-трешка выросла только на 20-25%. То есть прирост цены в мелких квартирах больше. Почему? Я понял такую простую вещь, что спрос намного выше. То есть я опять же делал анализ. Примерно такая картина. Если у нас есть 25 покупателей на однушке, то на двушке будет всего лишь 5 покупателей, а на трешке всего лишь один покупатель. Просто потому, что людей, во-первых, кому нужна трешка или двушка, намного меньше. Семей вот даже у меня когда рождался, вот четвертый ребенок родился, младший сын наш. Я пришел в этот МФЦ получать документы, ну надо как-то оформить ребенка там, что появился по документам. И там висела табличка, сколько многодетных, ну вот мы многодетная семья и сколько многодетных. Оказывается, что многодетных семей с тремя и более детьми всего лишь от полутора до двух процентов среди всех семей. То есть очень немного. А семей с четырьмя детьми там, по-моему, меньше 0,5 процента что ли. И, ну соответственно, покупателей на трешку, кому это нужно, очень мало. А еще, ну кроме этого, очень мало тех, у кого есть гораздо меньше, у кого есть накопление на первый взнос и кто потянет гораздо больший платеж по ипотеке. То есть спрос вот на этот мелочок туда гораздо выше. Справедливое замечание. У меня вот так вот в плане недвижимости работало, хотя, ну конечно, я понимаю, что ты имеешь в виду, что взять как бы большим объемом. Взять большим объемом. То есть мы, например, берем пол инвесторов и стараемся купить весь подъезд, выбив из застройщика максимальную скидку, объяснив ему тем, что ты не будешь платить комиссионным менеджерам за продажу каждой квартиры, потому что иначе он риэлторов будет кормить с каждой квартиры. Отдай нам комиссионный риэлтор, и за счет этого мы получим скидку, но мы выкупим очень много. Но ты прав, что ликвидный объект, это безусловно, надо брать то, что маленькое. Вообще маленькие объекты получают очень хороший результат. И сейчас, представляешь, вот мы буквально два дня назад беседовали с моим коллегой из Санкт-Петербурга, там появились квартиры площадью 16 квадратных метров, но со статусом квартиры. Не апартаменты, нет статус квартиры. И квартиры очень здорово дорожают эти, потому что они стоят миллион четыреста. И вообще вот этот тренд микрожилья, я его отслеживаю, но там также выгодно брать большим объемом. Так, ну хорошо, чтобы не уйти глубоко в тему недвижимости, мы, может быть, отдельно с тобой поговорим на эту тему. Недвижимость, понял, что-то еще? Безусловно, я продолжаю свою любимую стратегию, это дивидендные аристократы. Золото не обязательно, да, золото я системно покупаю как биткоин, я стараюсь это делать в один и тот же день и хочу поделиться лайфхаком. Здесь также, как и в любом другом деле, нужен трекер или тренер или ассистент. У меня есть свой ассистент, который следит за тем, чтобы я купил биткоины, и он просто едет в город и сам покупает монеты. Вот эти все дела делает, мне помогает. Куда вбедет биткоины? Нет, золотые монеты. У метро, у вас в фонаре продают у метро биткоины. У нас на рынке, да. Нет, он напоминает мне, чтобы я это сделал, то есть человек, который следит за мной, да, чтобы выполнялись все. Понятно, что я и сам за собой слежу, но вот дополнительная история. И у меня есть вот человек, который помогает мне, потому что в какой-то момент забот вокруг капитала, особенно когда ты многие инструменты используешь, очень много, и ты можешь что-то просто забыть или не успеть. У меня были недели, когда я пропускал закупки, просто потому что нет времени и нет уже процента внимания. Вот такой маленький лайфхак. Так вот, моя любимая стратегия все-таки, это покупка дивидендных чемпионов, дивидендных аристократов. Я стал покупать больше европейских компаний, которые платят дивиденды в евро. Такая диверсификация, потому что в основном все-таки большая часть вот этих чемпионов и аристократов, она в США находится. Именно там платят десятилетиями дивиденды. А какие примеры европейских аристократов можно привести? Ну, Проктор и Гэмбл, например, да. А, но она все равно же в долларах. Она в долларах. А, европейских, слушай, да, европейских. Ну, вот есть такая... Кто в евро платит? Вот я даже... Ди Ай Си. Это Риит такой, Ди Ай Си, европейской недвижимости. Их очень сложно находить на сайтах дивидендных, их сложно анализировать, им сложно собирать информацию. Ну, вот на память то, что я помню, Ди Ай Си, например, это компания, это Риит европейский. И есть компания еще такая от Вангард, ETF Риит, ВНКЮАЙ. Это как раз вся недвижимость, у них была задача в этом фонде собрать, вне США. Если ВНКЮ, Вангард, это ETF на Рииты, то есть там около 100, по-моему, 88 компаний фондов недвижимости, которые в США, то ВНКЮАЙ, это, по-моему, 600 плюс компаний в Японии, Гонконг, соответственно, как же это, Сингапур, Германия, Китай, нет, Китая, скорее всего, там нет. В общем, Азия и Европа, в основном там сконцентрированы объекты недвижимости. Вот можно купить такой, например, фонд, он дает среднегодовую доходность со дня основания. Если взять вот все время существования такого фонда, посчитать его суммарную доходность и разделить на количество лет, то есть возврат ежегодный на инвестиции в районе 9%. Ну, отлично. Да, 9% очень твердая штука его, недвижимость, да, стоит по всему миру, то есть нет такого, что даже если что-то случится с одной страной, другая там не подтянет. То есть, ну, достаточно хорошая доходность. Вот, поэтому буду продолжать покупать риддиты, буду покупать дивидендных чемпионов, дивидендных аристокадов, потому что в среднем все-таки в растущий год эта стратегия дает 25-30% годовых, при том, что это очень твердый бизнес. Например, Кимберли Кларк, да, известный нам всем, это там салфетки, туалетная бумага, вот все вот это, аксессуары для сантехнические, и эти компании платят дивиденды, по-моему, 40 плюс лет, и вот она продолжает это делать. Поэтому я все равно, помимо всех вот экспериментов с криптовалютой, биткоинами, эфириумом и так далее, я хочу формировать портфель, который мне ежемесячно в долларах платит зарплату. То есть дивидендную зарплату я продолжаю создавать. Друзья, посмотрите, у Евгения есть книга на эту тему, и вместе с книгой они присылают список как раз дивидендных аристократов. Мы ниже под видео дадим ссылку, скачайте эту книгу, скачайте список, если вдруг еще не осмотрели. Ну, в принципе, все, наверное. Золото? Да, золото. Золото буду продолжать добирать. Видимо нет, да? Видимо нет, да. Их удобно хранить. Они созданы, давайте, многие спрашивают, зачем покупать золото. Я буду покупать его не только в виде монет, я все-таки его буду и в портфеле, в районе 5% в своих инвестпорфелей в виде фондов покупать. В основном FXJD, нет хороших аналогов, есть еще фонд. Ну, у ВТБ есть. И у ВТБ есть, да. Комиссия побольше. У меня почему-то Финексу доверие больше, чем в ВТБ. У меня тоже, да. И до недавнего времени, насколько я знаю, в Финексе все-таки это не было обеспечено золотом. Сейчас они гарантируют, что есть уже физическое обеспечение. Говорят, что в Лондоне они какое-то хранилище сделали. Да. Они. Они говорят, да. С другой стороны, мы там не были, да. И мы это не видели. Поэтому я не хочу вступать в параноидальные такие разговоры о том, что все это заговоры и так далее. И что надо покупать только физическое золото и закапывать его под березой. Но я считаю, что какой-то объем физического золота должен быть. Это и идеальное наследство, очень удобное. Это и безНДСная, мгновенная продажа в любой точке мира. Ну и как бы можно продать в России очень ликвидный товар на любые времена. То есть если вдруг начнутся какие-то тяжелые времена и банкоматы не будут работать, а валюту начнут менять, в этот момент наличие какого-то количества накоплений. Поэтому я даже формирую подушку безопасности, в том числе в золоте. Я в подушке безопасности практически не держу рублей. Я считаю, что кредитные продукты, которые есть сейчас распространены со 100-дневными сроками беспроцентного возврата, они прекрасно решают задачу подушки безопасности. А одну из задач – это экстренно где-то перехватить денег. Это не для всех, это для тех, у кого уже есть активы хорошие. И вы можете, чтобы не морозить деньги, позволить себе защититься кредитной картой и золотом. Поэтому золото буду продолжать докупать, но не буду увеличивать его процент. Считаю, что золото стоит как бы дорого, хотя это такая очень спорная история, потому что в чем оно стоит дорого? В рублях, в долларах? Потому что килограмм золота и завтра стоит килограмм золота. А мерить это в фиатных деньгах – это уже что-то странное, потому что их могут напечатать очень много. И подорожание золота – это всего лишь удешевление этой бумаги напечатанной. Поэтому я не буду говорить, что золото дорожать будет или будет дешеветь. Потому что относительно чего считать его дорожание, удешевление? Поэтому я его буду покупать, но не буду увеличивать. То есть я не вижу никаких панических настроений в том, что нужно скупать вот только золото, прятать его под подушку и ждать чего-то большого и плохого. Вот тут, знаешь, я от этого года жду один из основных пока для меня очевидных трендов – это то, что очень много печатают денег. То, что началось в 2020 году, когда включила прежде всего Америка печатный станок в огромном количестве, ну и потом другие центральные банки тоже. Соответственно, деньги, с одной стороны, они потекут, они будут обесцениваться, инфляция расти. С другой стороны, они потекут на фондовые рынки, скорее всего, и это будет драйвером роста. И с третьей стороны, это больший фокус для меня на акциях как антиинфляционном инструменте. То есть инфляция – это что? Удорожение товаров. Соответственно, компании больше зарабатывают, и инфляция закладывается в их стоимость. Это вот как один из трендов. Соответственно, действительно, держать, продолжать держать деньги – это очень хорошая идея. Хорошо, финализируем. Мы довольно долго с тобой общаемся сейчас. Как-то примерные процентные соотношения. То есть сколько на что ты планируешь запускать, сколько на акции, сколько… В этом году хочу увеличить IPO до 20% от портфеля. Это шаг, на который я иду именно потому, что я солидарен с тобой, думая, что в 2021 году мы все-таки еще будем видеть рост. Никто не знает, когда все это прекратится, и когда пузырь лопнет, и начнется стагнация какая-то. Но мне кажется, что 2021 год, он еще будет все прекрасно расти. Потому что мы видим, сколько брокерских счетов открылось в этом году, в 2020. Рекордное количество. По всему миру это общий тренд. Люди только начинают разбираться в инвестировании. Люди начинают нести туда деньги. И, соответственно, все это будет расти. Учитывая повальную финансовую неграмотность, люди будут делать очень много ошибок, относящие туда слишком много денег. Соответственно, это тоже будет драйвером роста. Другими словами, я, понимая это, вижу, что рынок IPO, например, рынок акций может дать хороший результат. Поэтому в этом году я осознанно уменьшаю процент закупки первичного богатства. Я меньше покупаю золота, я меньше покупаю земли на свои собственные средства, только на банковские какие-то. Но я больше покупаю третичного богатства. Соответственно, около 20% IPO. В криптовалюту не более 10% слежу, чтобы в портфеле было. Во вторичное богатство, недвижимость, соответственно, все равно оно у меня есть и превалирует в портфеле. Я буду отправлять, ну, наверное, еще, ну, то есть оно так и продолжит, где-то около 40%. И, наверное, оставшись вот у нас 30-40, еще 30 у меня будет оставаться на дивидендные чемпионы. Это я отдельно воспринимаю этот портфель, да, и вообще все мои акции связаны с дивидендной стратегией. Там не только дивидендные чемпионы. Понял тебя. Спасибо. Прям, мне кажется, очень интересно мы пообщались. И массу ценных идей для тех, кто планирует инвестировать, можно для себя взять на вооружение. Для тех, кто хочет глубже ознакомиться, вот, во-первых, у Евгения скачайте книгу, мы под видео дадим списки дивидендных аристократов, и у Евгения есть очень хороший 10-дневный, как вы правильно называете, практикум, 10-дневный практикум, где пошагово они 10 дней подряд за очень символическую сумму, там, порядка тысячи рублей, да, что-то такое стоит. Можно пройти путь с нуля до, там, уже человека, что-то понимающего и, главное, сделавшего шаги на пути к инвестированию. Поэтому изучите ниже под видео ссылки, посмотрите наши другие видео, мы также ссылки не дадим, наши другие материалы с Евгением. Надеюсь, это будет вам полезно. Удачи. Спасибо, Евгений. Во благо. Вы знаете, на сегодняшний день инвестиции – это, пожалуй, самый рабочий способ сохранить и приумножить ваши сбережения. И в этом-то и кроется одна из проблем. Люди открывают счет и не понимают, что делать дальше. Да, они кладут туда деньги, но в итоге забрасывают инвестиции, даже толком не разобравшись в работе приложения брокера. Другие хаотично покупают, продают по каким-то сигналам в интернете и теряют на этом деньги. Вы знаете, лично я за то, чтобы каждый изучал основы инвестирования до того, как совершать какие-либо сделки. Базовые знания инвестора для любых целей я даю на своем инвестпрактикуме, который называется «Пассивный доход на автомате». Его уже прошло несколько десятков тысяч человек. Я уверен, что это необходимая каждому система безопасности, которая защищает от необдуманных действий и денежных потерь. На этом практикуме мы разбираемся, чем отличаются основные инструменты инвестора и говорим на простом языке. Что такое акции, облигации, что такое ETF-фонды, какие могут быть стратегии инвестирования и, в конце концов, на каких ошибках теряют деньги даже опытные инвесторы. Конечно, мы поговорим о том, как сделать инвестиции полезной привычкой, ведь я создатель дня инвестора и дня, когда мы с вами еженедельно инвестируем. Старт уже в понедельник, присоединяйтесь по ссылке под этим видео, буду рад вас видеть.